Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам «Служение Дюфрейн». Мы так рады, что вы смотрите этот выпуск программы «Иисус Целитель». Мы находимся на моем ранчо в штате Колорадо. И за мной вы видите однокомнатный домик, построенный моим сыном. Нам хотелось, чтобы вы побывали здесь с нами, и мы так рады, что вы к нам присоединились. Сообщите кому-нибудь, что мы в эфире. Возможно, кто-то еще к нам подключится. В предыдущем эпизоде мы начали учиться тому, как твердо держать веру и то, что вы получили от Бога. Слово говорит нам, что с тех пор, как Бог сотворил миры, Он держит все словом силы Своей. То есть, сотворив все, Бог не ушел и не оставил свое творение. Он продолжает за ним присматривать. Он держит его. Именно так поступает библейская вера. Вы не просто высвобождаете свою веру о чем-то, а потом, получив это от Бога, перестаете верить. Нет, вы удерживаете это, чтобы не потерять ничего из того, что вы получили от Бога. Нам известно, что дьявол вор. Библия называет его вором. И всякий раз, когда вы получаете что-то от Бога, дьявол изо всех сил старается украсть это у вас. Поэтому нам нужно не только получать что-то верой, но и верой присматривать за тем, что мы получили. Я бы сказала, что есть четыре основных этапа веры. Во-первых, вера должна быть высвобождена. Во-вторых, высвободив веру, нужно подвязаться добрым подвигом веры, твердо стоя на своем, пока не проявится то, о чем вы верите. В этот период времени, с момента высвобождения веры, нужно подвязаться добрым подвигом веры, стоять на своем, отказываясь отступить от того, во что вы верите, пока, в-третьих, не проявится ответ. А в-четвертых, и это так важно знать, после получения ответа от Бога, необходимо продолжать применять свою веру, чтобы твердо держаться за то, что вы получили. Позвольте вас спросить, что такое твердо держаться, как это выглядит? Когда вы получили ответ, когда он проявился, конечно, вам не нужно молиться, чтобы Бог вам его дал, он его уже дал, но вам нужно удержать то, что вы получили от Бога, и вы можете это сделать в первую очередь благодаря Богу. Я вспоминаю рассказ одного пастора о том, как в его церковь пришла незнакомая женщина. Ей понравилась эта церковь, и она продолжила посещать собрания. Со временем пастор заметил, что каждый раз, когда он говорит об Иисусе как оцелителе или учит об исцелении, эта женщина не как-то неправильно с целью привлечь к себе внимание, а очень почтительно встает, поднимает руки, поднимает взгляд к небу и начинает просто тихонько поклоняться Господу. Как я уже сказала, она не привлекала к себе внимания, она сидела где-то сбоку, и пастор наблюдал это примерно в течение двух лет. Наконец, однажды в разговоре с ней он сказал, «Знаете, я заметил, что каждый раз, когда я упоминаю Иисуса как целителя, или учу об исцелении, или молюсь за больных на служении, вы встаете и начинаете поклоняться. Можно вас спросить, почему вы это делаете? Это не проблема, мне просто интересно». И она ответила, «Пастор, 15 лет назад я умирала от рака, и Иисус исцелил меня. И слыша упоминания о Нем как оцелителе, я не могу не встать и не почтить Его, не поклониться Ему за это». Она воздавала честь, хвалу и благодарность Господу за полученное исцеление. Но знаете, что еще при этом происходило? Это помогало ей крепко держаться, чтобы дьявол не мог украсть это у нее. Получив что-то от Бога, не переставайте говорить, «Отец, огромное спасибо тебе за это. Я поклоняюсь тебе, мой целитель. Я благодарю тебя за то, что ты исцелил меня. Я так дорожу этим». Тогда дьявол не сможет вас обокрасть. Дьявол никак не сможет у вас украсть то, за что вы признательны, за что вы благодарны. Я вам скажу, как открыть дверь для дьявола и позволить ему обворовать вас. Потерять почтение, потерять благодарность за то, что вы получили. Недостаток благодарности – это открытая дверь для дьявола, чтобы он мог вас обокрасть. Итак, один из способов, которым эта женщина крепко держалась за то, что она получила от Бога, заключался в том, что она была благодарна и не переставала выражать признательность и благодарность. Так поступая, она не только поклонялась Богу и прославляла Его, она твердо держала то, что получила. Это свидетельство – замечательный пример того, что такое твердо держаться. Вы верили Богу о доме? Вы верили Богу о машине? Может, о работе? Может, о супруге? Верили Богу о правильном супруге? Удержать полученный ответ, чтобы дьявол у вас его не украл, вы можете именно через благодарность, признательность, поклонение Богу за Нему. Так ваша вера будет находиться в постоянном движении. Ваша вера не перестанет двигаться, она продолжит действовать. А когда вера высвобождается, дьявол не может вас обворовать. Итак, один из способов постоянно твердо держаться – это выражать благодарность за то, что вы получили. Первым Фессалоникийцам 5, 21 сказано, «Все испытывайте хорошего, держитесь». Все, что вы получаете от Бога, хорошо. От Него приходят все добрые даяния. Но дьявол – вор, который пытается украсть все хорошее. И слово говорит нам, что делать с тем хорошим, что мы получили. В Первом Фессалоникийцам 5, 21 сказано, «Хорошего, держитесь». То есть, то, что вы получаете от Бога, не сохраняется автоматически. Многим так важно это понять. То, что вы получаете от Бога, не сохраняется автоматически. Не потому, что Бог дает нам что-то слабое, и оно перестает работать. Просто есть вор, который хочет украсть то, чем Бог вас благословил. Часто люди получают исцеление, например, через молитву пастора, через возложение рук. Им становится лучше, боль уходит, симптомы уходят. А потом со временем все это пытается вернуться. И люди говорят, «Видимо, Бог не исцелил меня, иначе я все еще был бы исцелен». Нет, Бог исцелил вас. Но то, что вы получаете от Бога, не сохраняется автоматически. Вам нужно твердо за это держаться. Это очень важная часть веры. Вера заключается не только в ее первом высвобождении, не только в том, чтобы дальше стоять на своем, не только в принятии ответа, но также в том, чтобы твердо держаться после проявления ответа. И именно на этом этапе многие люди теряют то, что они получили от Бога, потому что они думают, раз ответ проявился, вера в этой ситуации больше не требуется. А это не всегда так. Вы скажете, «Но я так много получил от Бога, как мне твердо держаться за все это?» Просто живите жизнью благодарности, жизнью признательности. «Отец, спасибо тебе за все, чем ты меня благословил. Я отказываюсь что-либо из этого терять. Я отказываюсь быть неблагодарным. Отец, я признателен, я благодарен». Простая жизнь благодарности и поклонения – один из способов твердо держаться. Также постоянное исповедание слова. «Отец, я благодарю тебя, что ты мой обеспечитель». Таким образом, никакое финансовое благословение, никакой финансовый рост, данный вам Богом, не может быть украден. Это образ жизни человека веры. Благодарность, признательность, хвала должны быть нашим образом жизни. Итак, я хочу, чтобы вы поняли, что вера не заканчивается получением ответа. Вера – это образ жизни. В предыдущем эпизоде я делилась свидетельством Кеннета Хэггена, нашего духовного отца. Он родился недоношенным, со множеством заболеваний. И к 15 годам был при смерти. И именно на смертном одре он родился свыше, а также начал питаться словом и узнавать, что Иисус – Целитель. Он высвободил свою веру и был сверхъестественно подняться своего смертного одра. Он вернулся в школу, а он в 16 месяцев был прикован к постели до того, как исцелился, и он очень сильно похудел. К моменту исцеления он весил 40 килограммов. При росте выше метр восемьдесят. Так что вы можете себе представить, насколько тощим он выглядел, когда Бог поднял его со смертного одра. Итак, он вернулся в школу, начал посещать все уроки, и хождение в школу пешком, конечно, давало нагрузку на сердце. Приходя в школу, он чувствовал слабость, и бывало выглядел усталым. И учителя боялись, потому что у них состоялся разговор с его врачом. Городок был небольшим, все друг друга знали. И врач сказал учителям, «Кеннет Хэгген не проживет и трех месяцев. Я вам гарантирую, он умрет в следующие 90 дней». Врач не понимал, что Иисус исцелил его. Врач думал, что он поднялся силой воли. Он не осознавал, что он верил Богу и принял силу исцеления в свою жизнь. Поэтому врач сказал школьным учителям Кеннета Хэггена, «Я вам гарантирую, он умрет в течение 90 дней. Он держится одной силой воли». И школьные учителя были встревожены, что он может умереть у них на уроке, согласно словам врача. Поэтому они обратились к директору и попросили его поговорить с этим юношей, Кеннетом Хэггеном, чтобы он больше не посещал школу. И вот директор вызвал Кеннета Хэггена в свой кабинет и сказал, «Кен, как ты думаешь, тебе следует ходить в школу?» Он ответил, «Да, сэр, я думаю, мне следует ходить в школу. Господь исцелил меня, Господь поднял меня, а исцеленный человек может ходить в школу?» «Да, я думаю, мне следует ходить в школу». И директор сказал, «Кенн, учителя обратились ко мне, они встревожены, потому что врач сказал им, что ты держишься одной силой воли, и твое тело не выдержит и трех месяцев». Он гарантировал учителям, что ты умрешь в следующие три месяца. Это удивительное свидетельство, потому что Кеннет Хэгген ответил директору, «Сэр, я поднялся не силой воли, я поднялся верой». И послушайте, что он сказал дальше, «И моя вера выдержит». Я просто обожаю это утверждение, «Моя вера выдержит». А директором в то время был член Баптистской церкви, в которой Кеннет Хэгген вырос. И внезапно слезы потекли по лицу директора, когда он услышал слова этого юноши, верящего Богу, «Я поднялся не силой воли, я поднялся верой, и моя вера выдержит». Слезы текли из глаз директора, и он сказал, «Кен, я не понимаю такую веру. У меня нет такой веры. Но я ни за что не поставлю препятствия на твоем пути. Продолжай ходить в школу». Только, если ты чувствуешь, что тебе надо встать и пойти попить воды, тебе не нужно спрашивать разрешения учителей. Просто вставай и иди пей. Если тебе нужно уйти с уроков пораньше, ты не обязан оставаться. Учителя не будут отмечать пропуск. Просто вставай и уходи пораньше. Он ответил, «Господин Смарт», так звали директора, «мне не придется выходить попить, мне не нужно будет раньше уходить с уроков». Почему? Он говорил верой, он твердо держался. Кеннет Хэгген осознавал, что то, что он получил от Бога, нужно твердо держать. Я призываю вас, не идите на попятную ни в чем, что вы получили. Не давайте слабину ни в чем, что вы получили. Продолжайте это удерживать. Вспоминаю свидетельство одной женщины. Она родилась слепой. Будучи взрослой, она начала посещать церковь, родилась свыше. И вот, этой слепой женщине было уже за 40, когда в 50-е годы прошлого века она посетила Крусейд Орела Робертса. Это были палаточные служения. Он возложил на нее руки и помолился. Когда он возложил на нее руки, она получила исцеление. Впервые в жизни. Только представьте, она родилась слепой. И всю жизнь была слепой. И когда Орел Робертс возложил на нее руки, ее глаза прозрели, и она была исцелена. Это был потрясающий день. Но, со временем, всего несколько недель спустя, она начала терять зрение. Мало-помалу слепота возвращалась. Не зная слова и то, чему я учусь сегодня, люди склонны думать, «Ну, может, Господь меня не исцелил? Может, это было просто совпадение?» Нет. Людям кажется, раз Бог что-то сделал, это должно автоматически так и остаться. Вера должна требовать, чтобы все осталось так, как Бог сделал. И эта женщина понимала, что дьявол перешел в контрнаступление в попытке украсть у нее то исцеление, которое она получила. И хотя ее зрение мало-помалу убывало, пока она не стала совершенно слепой, все это время она постоянно говорила, «Спасибо, Отец, что мои глаза здоровы. Спасибо за то, что я вижу. Спасибо, что ты уже исцелил меня». Она не переставала славить Бога. И пока она славила Бога, мало-помалу ее зрение продолжало убывать, пока она совсем не ослепла. Но знаете что? Она не подумала, «Ну вот, ничего не работает». Нет, она продолжила подвязаться добрым подвигам веры, твердо держась. Она просто говорила, «Спасибо, Отец, за мое зрение. Спасибо, что мои глаза исцелены. Спасибо, что я идеально вижу». Это продолжалось три недели. И вот после очередного благодарения мгновенно все ее зрение вернулось. Что это было? Дьявол бросает вам вызов, пробуя вернуть вам то, от чего вы были исцелены, чтобы посмотреть, примете ли вы это снова. Наше дело не принимать это. И она не поддалась на этот обман. Она не подумала, «Ну, может, надо, чтобы кто-то еще за меня помолился». Нет. Она осознавала, что ее дело твердо держать то, что она получила, когда за нее помолились. Она не думала, что ничего не получится, просто потому, что пока она славила Бога эти пару недель, ее зрение по-прежнему продолжало ухудшаться. Она не переставала славить Бога. Хотя зрение становилось все хуже и хуже, она просто твердо держалась. И вот, спустя три недели, ее зрение полностью вернулось, и она больше никогда его не теряла. Почему? Потому что дьявол увидел, «Я ничего не могу с ней сделать». Она умеет твердо держаться. Она не просто умеет попросить кого-то за нее помолиться, послужить ей. Она также умеет твердо держаться. Так что, даже если кто-то за вас помолится, вера этого человека может присоединиться к вашей вере, и вы можете получить свой ответ, свое исцеление, необходимые вам финансы. Но когда этот человек закончит за вас молиться, ваше дело своей верой твердо держать полученное. Потому что каждый раз, когда кто-то молится, чтобы вы получили ответ от Бога, он не может удержать его за вас. Вам нужно его удержать. Как его удержать? Вам нужно питаться словом. Вам нужно питать свою веру. Но вам также нужно поклоняться Богу, выражать благодарность за то, что вы получили, и стоять на своем. И когда все выглядит так, словно вы теряете ответ, данный вам Богом, продолжаете стоять на своем, точно так же, как та слепая женщина, и ее зрение полностью вернулось. Вера не только получает от Бога. Вера также твердо держится за все полученное от Бога. Я хотела бы с вами помолиться. Какая бы у вас ни была нужда, высвободите свою веру со мной. Отец, я благодарю тебя за драгоценных людей, которые смотрят эту передачу. Какая бы у них ни была нужда, она известна тебе. И я присоединяюсь к ним своей верой, чтобы каждая нужда в их жизни была восполнена. Отец, я молюсь о каждой финансовой нужде, о деньгах, в которых они нуждаются. Я говорю, дьявол, убери свои руки от их финансов. Убери свои руки от обеспечения, которое им принадлежит. Ангелы, пойдите и сделайте так, чтобы деньги пришли. Принесите деньги, принесите ресурсы, устройте божественные связи, приведите к ним клиентов, которые им нужны. И о каждом, кто страдает от боли, симптомов, болезней в теле. Я говорю, дьявол, убери свои руки от их тела во имя Иисуса. Отец, я верю тебе об исцелении. Я присоединяюсь к ним своей верой, чтобы они были исцелены от головы до пят. Прямо сейчас я ощущаю силу исцеления, которая начала течь через мои руки. Это происходит, когда сила исцеления течет в направлении кого-то, кто в ней нуждается. Прямо сейчас просто поклонитесь со мной. Там, где вы находитесь, скажите, «Отец, я благодарю тебя за то, что ты исцеляешь меня с головы до пят». У кого-то сейчас исцеляется горло. Что-то в горле. Не знаю, есть ли там нарост или что-то другое, но что-то докучает вам, беспокоит вас. Это не очень серьезное заболевание, но оно вас раздражает. Просто примите исцеление прямо сейчас. Вы спросите, «Ко мне ли вы обращаетесь?» Если это как-то к вам относится, простритесь своей верой и скажите, «Я беру это, это мое». Так поступает вера. Она принимает, она берет рукой веры то, что Бог предлагает. Это не только для одного человека. Это для кого угодно, кто высвободит свою веру и примет это. У кого-то проблемы с плечами. Прямо сейчас сила исцеления, сила Божья, помазание Божье действует в ваших плечах. Просто скажите, «Отец, я принимаю». Послушайте, как я говорила, веру необходимо высвобождать, но нужна вера и чтобы принять. Вам нужно признать, речь обо мне, я принимаю это. Если вы просто будете сидеть и ждать, чтобы Бог что-то сделал, а сами не будете реагировать, исцеляющая сила Божья не сможет совершить то, что Бог желает. Бог не будет двигаться без приглашения. Вам нужно принять ту силу, которая приходит. Слово рассказывает о том, как Иисус проповедовал, и сила Господня присутствовала, являлась, чтобы исцелять. И дом был полон людей, но исцелился только один человек, потому что только у одного человека было достаточно веры, чтобы принять ту силу, которая явилась. И прямо сейчас сила является в том помещении, где вы находитесь. Но вам нужно ее принять, а для этого требуется вера. Как же это сделать? Своими устами. Скажите, я принимаю, я принимаю эту силу в свои плечи. И просто начните шевелить плечами. Одним плечом, или, может, обоими плечами. Просто начните шевелить ими. Не чтобы посмотреть, сработала ли сила. Не чтобы проверить, сработала ли исцеление. Но в качестве акта веры. Вера действует. Действуйте согласно слову, который Бог сказал, что плечи исцеляются сейчас. И исцеляются не только плечи, но сила идет вниз по вашим рукам. Она влияет на всю эту зону. Возможно, была проблема с мышцами или с уставами в районе руки. Просто примите силу исцеления. Кисти рук исцеляются прямо сейчас. Артрит калечил руки людей. Прямо сейчас сила работает в ваших руках. Шевелите кистями рук. Действуйте по слову. Принимайте. Скажите, «Отец, я принимаю эту исцеляющую силу в мои руки прямо сейчас». Слава Господу! Эта сила не ведает расстояний. Хотя я чувствую ее в своих руках, она готова войти в ваше тело. И вы можете прямо сейчас принять от Бога то, в чем вы нуждаетесь. Аллилуйя! Давайте поклонимся Господу. Отец, спасибо тебе! Мы так благодарны за силу исцеления, которая действует сейчас прямо там, где мы есть. Чьи-то колени исцеляются. У вас были огромные трудности с коленями. Вам практически было трудно ходить. Вы не могли ходить с легкостью. Это мешало вам ходить. Вызывало всякие неудобства. Просто подвигайте коленями. Если хотите, можете прямо в своей комнате поприседать, подвигать коленями вверх-вниз. Сделайте что-то. Действуйте, принимая ту силу, которая вам доступна. На силу нужно реагировать. Сила вами не завладеет. Вам нужно ее принять. Она присутствует там, где вы находитесь. Но Бог не придет без приглашения. Сила не будет двигаться и действовать без приглашения. Вам обязательно нужно отреагировать. И именно так поступает вера. Она реагирует. И когда закончится эта передача, если симптомы попытаются вернуться, скажите, «Нет, не выйдет. Я принял свое исцеление. Отец, я благодарю тебя, что я исцелен». И даже если симптомы попытаются остаться, ваше дело просто твердо держаться. Вам не нужно ни в чем разбираться. Все, что нужно, это сказать «нет». Господь исцелил меня, и я не позволю украсть это у меня. И просто продолжайте благодарить Господа за это снова и снова и снова. У кого-то проблемы с пальцами ног. Как будто какая-то инфекция или болезнь проникла в пальцы. И это причиняет вам большую боль и вызывает огромные трудности. Сила исцеления действует прямо сейчас в пальцах ваших ног. Примите ее. В чем бы ни заключалось это заболевание, насколько бы безнадежным оно ни было в глазах врачей, которые сказали, что «вред непоправим», я вам гарантирую, все легко для Бога и все поправимо с Богом. Когда врачи говорят, что лечения не существует, все излечимо с Богом. И даже если что-то тяжело для людей, что-то тяжело с медицинской точки зрения, для этого нет лекарств или операций, и врачи говорят, людям невозможно с этим справиться, Бог со всем справляется легко и просто. Не называйте ничего трудным для Бога. Пусть что-то трудно для людей, но ничего не трудно для Бога. Знаете, какая бы у вас ни была болезнь, это так просто и так легко для Бога. И все, что вам нужно сделать, это принять. Даже если я не называла конкретно вашу болезнь, сила Божья присутствует прямо там, где вы находитесь. Сила Божья прямо рядом с вами. Помню, Кеннет Хэгген, Папа Хэгген, рассказывал об одном видении, которое он получил. Иисус явился ему. И вот что сказал Иисус, явившись ему. В каждой комнате и больничной палате достаточно силы, чтобы исцелить больного, если бы только он знал, что она там присутствует, потому что Дух Святой присутствует везде. Услышьте это. Силы достаточно прямо там, где вы находитесь. Даже если я не назвала ваше заболевание, там, где вы находитесь, достаточно силы исцеления, потому что там находится Дух Святой. Спасены вы или нет, Дух Святой находится рядом с вами, потому что Он присутствует везде на земле. Знаете, даже если ваше заболевание не было названо, присутствующей силы Божьей более чем достаточно, чтобы справиться с вашей болезнью. Высвободите свою веру в это. Скажите, «Отец, я принимаю эту силу в свое тело, от головы до пят. Я принимаю исцеляющую силу Божью в свое тело. И поскольку я ее принимаю, она действует во мне сейчас. Я благодарю тебя, что я исцелен. Вам можно называть себя исцеленными, потому что сила действует для вас». Аллилуйя! Я так люблю исцеляющего Иисуса. Иисус – такой чудесный целитель. Он обожает исцелять. Нам не нужно уговаривать Его исцелить кого-то. Нам не нужно принуждать Его к исцелению. Он ищет возможности исцелить. Людям лишь нужно верить и принимать. Когда мы высвобождаем свою веру, Ему это угодно, потому что тогда Он может действовать нам во благо. Мы так рады, что вы присоединились сегодня к программе «Иисус-целитель». До новых встреч! Бог да благословит вас! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.